всем привет в этой серии расскажем как собрать этот двигатель попробуем его запустить кому-то не нравится что мы заводим двигатель ну у меня он почему-то заводится и отверстия у меня называются дырки ну как это назвать но это же не отверстие это дырка это для тех кто спрашивал как сливаться будет отсюда все масло от сверливаются отверстия некоторые производители просто фрезеруют паз но этот паз ослабляет вообще полностью резьбу поэтому мы от сверливаем просто и все по уровню все это сливается полностью но зато резьба у нас полнотельная не там три-четыре витка и здесь не торчит пробка вот так об которую можно оторвать в любой там пенек вход для штуцера нарезан для охлаждения в башке подачи в блок охлаждающей жидкости готов хоть второй маленький доделать вот симпатичные штуцера это низ двигателя это верх вот так собрал только не стал поршня вставлять чтобы ничего не терлось маслонасос фрезеровать еще надо и впускную систему и он лежит на заднюю часть оправки собрать вот это вот и передняя крышка она сложная и фрезеровать будет вот так два года работы растет потихоньку к весне к весне если что все хорошо заведем будет свой моторчик вот часть шлифанули ленточкой это часть шлифован уже камнем когда посадим на вал, вал проточен, отшлифуем, посадка будет на вал, тогда уже можно будет прям на валу проточить, вот эта часть будет кланить на сцепление, 28 февраля, фрезеруем маслоканал, это канал подачи масла в маслонасос, отверстие масонасоса было костое, его выровняли, сейчас здесь и здесь будут сделаны подачи из картера двигателя сюда по тоннелю в масонасос, и в этой крышке будет установлен сам маслонасос, он фрезерует дальше. Пытаемся найти центр отверстия, четырем координатором, вот встал в центр, это отверстие мы уже нашли, сейчас будем делать крышку, и соединять эти отверстия к этому маслоканала, вот это отсверлены два маслоканала, сейчас вот эти два маслоканала надо будет соединить в дальнейшем, сделать крышку для них, и тоннель, сейчас будем делать, будет делаться маслоканал, вернее половина маслоканала будет, вот в этой крышке, а половина в пробке. Фрезеруем колокол на коробку, даже еще нету отверстий под крепление стартера, полу деталь сейчас надо будет здесь будет маслоканал подачи масла и выход на подачу здесь 1 марта дорогаем блок маслоканал и соединительный канал вот так делается вот сюда сделается крышечка и закроем здесь маслоканал подачу отсюда подача уже будет на радиатор ну вот в принципе самый наверное ответственный момент у любого двигателя все собралось все работает самое основное что все подошло нигде ничего не заедает привода привода цепей находится по центру видно вроде привода цепи попали все как-то так работает ничего не заедает все во вкладышах уже сидит и спереди и сзади это все руки ободранные ничего с этим не сделаешь так все во вкладышах все отлично крутится ну если честно все вроде по плану самая наверное ответственная работа это вот что все по расчетам попали нигде ничего не задевает все везде крутится остается нам только собирать цилиндры конечно переделаны здорово были они на восемьдесят один с половиной сейчас они девяносто шесть и семь в принципе от них остались только рубашки я даже думаю что проще было сделать цилиндры своей и рубашки и все это надо было фрезеровать не мучиться с гильзовкой там растачивать проще было заказать и все было бы единое ну головки до головки без изменения сейчас почистим маленько сделаем маленько доведем их и все будет нормально ну в общем то самый основной момент который который я ждал это вот этот когда все закрутится во вкладышах все остальное как-нибудь победим я думаю отсверлены маслоканалы этот маслоканал идет на эту шейку сверление сюда потом он маслоканал выходит здесь и здесь подается на головку это вот этот маслоканал внизу отсверлено здесь в общем сеть маслоканалов по всему двигателю отсверлено и здесь уже заглушен один отсверленный здесь это маслоприемный канал все все на разобранном двигателе все покажу ну в общем где-то так отлично пока я довольна сейчас проверим фазы газораспределения пришлось маленько переделать распредвал потому что этот распредвал крутится в эту сторону этот распредвал крутится получается если тот же двигатель то он крутится в обратную сторону то есть если эту головку взять одну и ту же головку газораспределение будет нарушено этот крутится против часовой стрелки этот крутится по часовой стрелке сейчас проверяем цилиндр в верхней мертвой точке сейчас идет впуск сейчас идет рабочий такт а тут идет впуск заканчивается теперь заканчивается здесь выпуск начинается впуск здесь рабочий такт и выпуск то есть вроде все работает работать они должны рабочий такт здесь впуск оборот здесь выпуск здесь рабочий такт то есть по очереди в разнобой через такт ну как то вот так на пальцах если это выглядит то это как то вот так должно быть но двигатель крутится весь проворачивается все во вкладышах поршни не встречаются на поршнях на поршнях сделаны вытачки отфрезерованы я его разберу и собирать буду уже на камеру и все покажу в общем здесь маслонасос осталось поставить крышку это предварительная сборка это предварительная сборка понять что все все детали подходят и газораспределение получилось правильным ну теперь можно разбирать все чистить маленько дорабатывать потом другие клапаны поставлю и ну и все собирать топливная аппаратура пришла от артемия сейчас покажу дросселя будем делать немного другие это дросселя 750 это блок управления это коса приборов косы тоже немного придется переделывать потому что датчики температуры которые здесь их будем менять на штатные датчики штатные там вазовские или какие-то датчики но эти датчики нам не пойдут потом что нам еще не пойдет не пойдет нам датчик не пойдет нам вот эта вся система она не нужна датчик холла у нас будет заменен на датчик коленвала это нам не пойдет это мы отбрасываем в сторону в общем маленько все будет по-другому ну а так бензонасов остальное для нас главное что есть блок управления все датчики дросселей дросселя будут другие эти дроссели нам корпуса не пойдут все остальное нам пойдет ну и и потом впуск у нас будет у нас и диаметр маленько не получается здесь у нас диаметр один здесь другой здесь 32 здесь 40 с копейками ну примерно будет вот так только с другими дросселями будет вот так будем сразу запускать его на инжекторе в общем работаем дальше где-то где-то уже недалеко недалеко где-то запуск если заработает дай бог все будет все будет отлично ну вот коллектора впускные сделаны из этих же коллекторов которые были просто обрезаны и все сделаны пасынки небольшие штуцеры ну и харгоном обварить обработать подровнять все и в принципе установить на головы но сейчас этим занимаемся ну а предварительно очень нравится что двигатель крутится все во вкладышах ничего не задевает все работает у двигателя две цепи справа слева в общем механика работает осталось подать топливо и завести так все отлично тучим крышку 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 генератору на простом китайском станке заготовку 220 ну да заготовку эту на том станке делать тяжеловато придется доделывать сейчас снял будет расчет внутренняя внутренняя сделана вот не так конечно так внутренняя часть готова а вот наружную часть нужно ее посчитать а как вот это я отрезал от этого целый художественный фильм надо снимать вот эту детальку она отрезалась вот этой на том станке едем дальше шпоночный паз сделан тоже целая история как в каленом валу пришлось фрезеровать шпоночный паз тоже целая история ну да ладно двигаемся дальше полтора миллиметра 220 заготовка нормально едет а не так необычно отлично идет хорошо но правда со смазкой вот такой вот эта вот классная вещь по алюминию по стали если увидишь возьми прям в шипе идет крышка генератора выточена вот на этом маленьком станке подсверлены уже дырки подкрепление это крышка дренин и так втулка на которой будет крепиться сцепление шлифовала на ленточном прям в токарнике это наставляется в сальник ну а бому пришлось сделать покупать подшипник подходящий и и растачивать растачивать потом шлифовать не знаю видно нет шлифовал я грестедержатель крепил быстросъемный короче вот этой макитой пришлось делать обойму у этого подшипника внешняя обойма есть внутренней не было сначала я хотел 40Х сделать закалить и чтобы сразу здесь подшипник ходил потом все-таки подумал что этого будет маловато ему да и ненадолго хватит этого 40Х здесь я отшлифовал это посадка на вал ну а здесь придется втулочку ШХ оставить ну что страшно ШХ будет ходить 7 соток сделал натяг сейчас все это дело запрессую растачивал я эльбором эльбор причем перетачивал если видно будет я ему делал несколько таких кусочков ну вставочек таких есть вот я просто на алмазе затачивал делал вот такой резец прекрасно точится едем дальше обойма посажена вся ШХ от подшипника теперь обойма будет здесь с этим роликом подшипник это вот третья опора будет коленвала вот вот она хоп и все сальник не помазанный так это маслонасос но он завтулен я уже говорил здесь направляющий для него есть все будет одеваться на вал это будет так здесь маслоканал от приемника до маслонасоса и в крышке полуканал отфрезерован закрыт и здесь вот в общем-то вся задняя часть двигателя готова это уже выход с маслоканала на радиатор это маслоприемное отверстие задняя часть двигателя поршни поршни сразу покажу я их пометил то есть они проточены под степень сжатия 10,5 11 это надо будет потом четко все померить шприцом вытачки под поршень отфрезерованные это левое направление вперед это правое направление вперед и отвешены они до сотых грамма сделаны поршни готовы шатуны тоже до грамма подогнаны так но остается у нас еще сделана была крышка генератора тоже та еще история с этим делом тут же датчик коленвала стоит ну и самое сложное в изготовлении этой крышки это было продеть вот этот штекер вот в это отверстие мы справились умеем эти фокусы делать все пропихнули так двигатель уже подходит к финалу скоро будем его заводить прежде всего собирать собирать потом заводить здесь будет эмблема это монтажная дырка ее пришлось просто просверлить иначе просто отфрезеровать проточить бы не смог пока а вот еще маслонасос на алиэкспрессе пришлось приобрести маслонасос и делать маленько подающий фитинг чтобы можно было по этому шлангу на холодном кручении подавать масло подавать масло вот сюда вот двигатель без маслонасоса чтоб можно было посмотреть как работает масло во вкладышах как работает масло спереди как работает масло на головках то есть двигатель будет крутиться и масло будет давиться ну и посмотреть масло масло датчик врезан в основную галерею подачи от маслонасоса а потом идут на шейки а шеек раздается на головке поэтому давление на головках нас не очень интересует а вот давление на шейках давление на шейках обязательно давление на головках обязательно померяем но головки смазываются в таких двигателях по остаточному принципу поэтому поэтому как-то все вот так собирать буду с прокладками надо будет разобрать все-таки этот двигатель после запуска поэтому я купил такой материал называется виктор рейнс тот же азбест прокладочный материал такой классный это не реклама это так совет все закрутим с анаэробными герметиками и все всю сборку снимать не буду потому что меня это нервирует и очень сильно отвлекает поэтому буду показывать поэтапную сборку что-то собралось показал собралось показал пробок здесь у нас много все эти пробки надо будет завернуть хотел конечно все это посадить на красные на вернее на синий герметик но синий герметик он не настолько гигроскопичен как вот этот вот красный но отвернуть будет сложно только при нагреве ну как правило эти пробки маслоканалов они почти всю службу двигателей никто не трогает всем не нравится эти герметики ну вот они те открытые части где остаются они не высыхают они высыхают только в безвоздушном почему-то пространстве даже когда их нагреваешь основной маслоканал у меня отсверлен десятым размером все остальные седьмым тоннели тоннели которые идут на раздачу масла на головке седьмым а на сами головки вот маслоканал они отсверлены пятым я думаю этого из опыта должно этого хватить маслонасос у нас от легендарного автомобиля ВАЗ вот он лежит простого восьмиклапанного мотора не очень люблю жигули ну посмотрим как будет работать пробки они по высоте никак подгонять не буду вот как есть так и заворачиваем так не знаю датчик датчик масла наверно тоже надо будет завернуть на синий там конусная резьба на синий чтоб можно было по крайней мере отвернуть на тот случай если он перестанет работать так теперь шестые заглушки заглушки идут с этого с этой раздачи вкладыш у нас уже запрессован это два вкладыша они по оправке были собраны вот микроазъемы там проточка внутри не знаю видно или нет там проточка кольцевая ну все уплотняется резинками я понимаю сторонников которые против этого против уплотнения резинок но все это сделано под уплотнение силиконовыми уплотнителями потом двигатель будет разобран все уплотнения закажем силиконовые они долго работают вот вот такие как сюда в цилиндры переустановим ограничитель это ограничитель натяжительный пойдем собирать коленчатый вал коленвал собираем на такой локтайк я не знаю сейчас где их брать есть ли они вообще ну вот этот прокладочный 574 потом 648 это для втулочных соединений классная вещь как сейчас как сейчас быть ну наверное какие то все таки будут химия я двигатель собирал на m72 не использую вообще прокладки собирал вот на этот лактайт скажу что это вообще здоровская штука масло масло смазано зазора все выбраны все эти анаэробные прокладки и герметики классная вещь это не реклама просто рекомендую собирать двигатели без всяких прокладок во-первых для двигателя это лучше тем что у него температура по деталям лучше расходится он более термоемким становится термо стабильным даже сказал бы чем когда вы прокладками отделяете там допустим на уралах на мках там разделили все прокладками на чугуне там температура уже за 250 скачет на цилиндрах на блоки на блоки на блоки температура и 100 нету это очень на нехорошо и потом когда две детали вы собираете на прокладку у вас одна больше температура другая меньше у вас вот это вытирание прокладок начинается и все и в конце концов в месте соединения это вот потеет все это москвичи вот все русские моторы вот этим болеют потому что там все собрано вот на это вот дело я ставлю временно временно чтобы потом разобрать отдефектовать потом выкинуть эти прокладки и собрать уже на лактайп но собирать двигатели даже уже российские там если попадаются все эти d6 там вот эти вот все я стараюсь собирать без прокладок чтоб температура гуляла по двигателю без препятствий ничего больше не нашел нужно пальцем вообще сразу надо смазывать и шейки потому что потом к ним подлезть будет возможно можно будет помазать только вкладыш опора посажена так коленвал крутится в опорах это на пальцы масла плавненько меденько уверенько уверенно так здесь здесь видно место соединения вот это вот место разъема блока и опора вот оно на жидкую прокладку посажено теперь все это пусть высыхает схватывается мы пойдем собирать третью опору переходную на коробку здесь профрезерован специальный паз под жидкую прокладку это маслоканал вот маслонасоса к блоку это не дом дел дом делу почему-то не нашел пойми чего то же самое в принципе тяну все без всяких моментов просто лишь бы собрать и завести потом после запуска будет уже видно по дефектовке какие у нас там ну вот так пришлось выполнить маслоподающий канал я думаю будет работать никуда он не денется маслонасос немного переделан потому что потому что потому что родной не представлялась возможность поставить здесь он проточен насквозь сделаны две вытачки и эти вытачки сделаны чтобы одеть полностью узел пойдем я сейчас покажу как это будет выглядеть на коленчатом волну на коленчатом волну сделаны вот такие пенечки они запрессованы вот так они должны вращать зубчатку маслонасос я думаю их будет достаточно усилия там небольшие поэтому надо мазать и собирать смело все насколько я знаю у нас насос собирается без всяких прокладок но и всяких герметиков для чистоты эксперимента все таки я наверно нанесу чуть-чуть на всякий случай наверно просто так и разделительная она тоже обязательно повторюсь что это делается просто для чистоты эксперимента можно было этого не делать никто этого в принципе не делает многие люди вообще покупают из магазина просто устанавливают и ездят не разбирая не проверяя так же как любую жигулю купили не разбирая есть еще один болтик добавился автоматически здесь что-то у них тут было по-моему сквозное пришлось поставить просто болтик ну вот крутится он плотненько нормально зазор не увеличивали не уменьшали там ничего не не делал вот силиконовое кольцо просто не на не на все уплотнения есть силикон поэтому где-то силиконовые кольца поставил где-то так сразу надо будет выставить все эти пазы что поделать крышка крышка это насос на жигулях стоит снаружи ну а тут засунули внутрь двигателя и дренаж выведен масло слив масла выведен наружу вот он то есть редукционный клапан когда будет отрабатывать на излишнем давлении он будет сбрасывать сюда же внутрь двигателя я даже не стал убирать этот прилив для поддона как он был так и оставил просто отфрезеровал лишнее чтоб он сюда зашел и все просто ради эксперимента хватит этого маслонасоса или нет мне кажется должно хватить ребят тяну не до одури тяну так с умеренным усилием все таки это алюминий хоть это и дэшка т16т но все равно алюминий это внутренняя сторона крышки с маслонасосом это подающие то есть в блоке будет стоять маслозаборник и он через блок подают сюда потом проходит здесь и подает это в маслонасос маслонасос выбрасывает это все сюда на патрубок который идет на радиатор так теперь нужно собрать вот эту опору как я показывал уже это шаха запрессована обойма подшипника для того чтобы этот узел работал подольше подольше я это сделал из 40х но если в сальнике он допустим здесь будет работать 40х то здесь я думаю что просто этими роликами он разобьется сразу такая вот штука бестолковая получилось посмотрим как это будет работать это просто резинку смазываем маслом устанавливаем и все уплотнять нечего по-моему этот дренаж выведен от сальника то есть то есть лишнее давление которое будет выдавать вот здесь масонасос это все будет подаваться на подшипник через подшипник масло будет излишне уходить и чтобы сальник не давануло здесь сделан как хотел сделать дырку получилось отверстие вернее хотел сделать отверстие получилось дырка ну и вот короче кто-то говорит что у меня тут очень скучный скучный контент но мы же все-таки не комедий класс это контент для технарей кому интересно как люди копаются в гаражах те кому интересно что было смешно все-таки на другие каналы это есть третья опора коленвала не люблю собирать на камеру не обессудьте если есть ли что-то не покажу ну вот в общем то так это будет круто на опорах собирается пойдем покажем чтобы было понятно откуда у нас возьмется масло в этой крышке вот здесь силиконовая прокладочка уплотнение здесь одевается и там выходит на на маслоприемник в принципе маслоприемник сейчас соберем и вот здесь она уплотняется собирается это все вот так это трубка обратки здесь у нас идет на радиатор здесь уже идет с радиатора охлажденное масло идет после маслонасоса идет на фильтр и сразу попадает фильтр ну наверное идем собирать поддон теперь как масло попадает вот в эту опору выточен вот такой банжболт с тремя отверстиями это отверстия все на разной высоте сделаны здесь отверстие 6 самболт вот отсюда покажи вот так здесь сверление сделано сбоку оно идет у нас с фильтра идет сразу сразу идет туда на опору в опоре также резьба сейчас это все соединяем и все ну и медная шайбочка под медную шайбочку здесь сделана вытачка она сюда прям хоп и ложится чтобы она не сместилась все все раньше таких решений на старых двигателях было много сейчас от этих решений почему-то ушли хотя решение в общем-то неплохое ну так выглядит маслоподача на центральную опору на заднюю вернее это подача на переднюю опору это лепестковый клапан я тоже сделал прокладочки нарубил нарезал и поставлю наверное этот лепестковый клапан изолирую кривошипно-шатунный пока через прокладку потом после разбора то все намертво соединиться пока пусть прокладкой можно было легко разобрать чтобы не было потом давайте почистим там грязь поэтому чтобы все разбиралось пока будет собрано с прокладкой когда поршни идут вовнутрь создается давление в кривошипной шатунной камере она разделена она отделена от вот вот этих полостей генераторная полость и полость для маслонасоса это цепные полости а внутри создается давление оно стравливается лепестковым клапаном когда полость не идут обратно то двигатель сам себя вакуумирует объем там достаточный я думаю что все будет работать и опять же через этот лепестковый клапан сбрасывается и излишки масла которые вовнутрь попадают с шеек с масляных все там вся воздушная масляная дисперсия она стравливается сюда в поддон конечно надо было сделать кто-то правильно посоветовал надо было сделать здесь шайбу которая пену отделяет пену отделяющую пену удаляющую но наверное попробуем потом это сделать сейчас все таки надо просто запустить маслозаборник я не стал делать я только поменял силиконовое уплотнение и кронштейн маслозаборник всеми узнаваем это вот от жигули жигуля жигуля без нее никуда вообще я тут от жигули я думаю уж эта деталь будет здесь работать вот клапан уже установлен от жигули хоп дома не обижайтесь на меня владодельцы жигулей но такая вот у нас компания автоваз что ее никто не любит но я в принципе хочу взять жигулю какую-нибудь 8 или 13 вот ВАЗ-2108 или ВАЗ-2113 для того чтобы сделать сделать туда самостоятельный двигатель либо V6 либо либо V8 ну попробовать есть такая мечта ну вот в общем-то само не должно все отлететь теперь все закрывается просто и все вспомнил как прокладки вырезать сто лет этого не делал так и еще пробку масло сливное масло сливное отверстие я поставил назад чтобы можно было масло назозаборник контролировать то это такая вещь как бы никто на нее внимание не обращает но они иногда просто отлетают из-за масляного голодания к двигателю приходит как там как без мата сказать ну к двигателю приходит конец ну вот теперь пошли по кругу шайбы нержавеющие но пружинные здесь не больше 15 ньютонометров пробочка у меня осталось еще от мотоциклов у меня их еще несколько штук всяких разных будет торчать наверно все равно будет торчать наверно да мы наверно потом завернули рано вкладываем сюда силиконовое кольцо это кольцо это кольцо будет держать охлаждающую жидкость а здесь будет прокладка так и второе силиконовое силиконовое кольцо резина в таких местах очень плохо работает она переваривается становится хрупкой а силикон будет работать нормально вот давай посвечу вот это уплотнение а вон лепестковый клапан внутри туда будет сбрасываться масло вкладыши на наш двигатель не раз я стоял на коленях перед этим двигателем не нравится вкладыши хорошие они сразу как анодированный алюминий как будто пористый и когда их смазываешь маслом он сразу прям пропитывается как бумага так ну все вот разведение шатун теперь поможет под пальцем все собираем цилиндропоршневую группу цилиндропоршневую с с и с с с и с и на всякий случай. Так, впускные 0.1, впускные 0.15, ну это стандартно, в принципе, для водянки. Сейчас нужно будет... Я перерезал резьбу на токарном станке, чтобы она подходила вместо вот этого датчика. Сейчас нужно установить манометр, вот этот двигатель подключить, устанавливаем фильтр и попробуем опрессовать двигатель. Это будет вот так. Делаем опрессовку двигателя маслом. Сейчас все соберу, подключу, покажу. Здесь и в бошках есть, в обоих. Сейчас покажу. С обоих голов потекло. Вот оно. То есть все, масляная система в норме. Здесь давление показывает. Нормально снабжается маслом. Видно абсолютно правильные подтеки со вкладыша. С переднего, из крышек. Все потекло. Ручьем кое-как убрал. Из заднего вкладыша. Значит, по валу все расходится. Если маленький насосик китайский, давление почти до трех поднял бар, то наш жигулевский насосик должен справиться с ним. Ладно, собираем дальше. Будем заводить. Ну, крышку придется еще снимать, потому что здесь эмблему надо будет делать. Так, это датчик коленвала. Это генератор. Проверим. А это то отверстие, которое называют дыркой. Потому что по-другому его не назовешь. Метка находится под этим датчиком. Метку надо будет выставить потом при установке зажигания. Ну и сейчас ставим крышки. Эта краска похожая. Вот такая краска специальная. Она как сжатый шелк. И эффект такой крышечки, как крышки на автомобиле Ferrari, Bugatti. Вот такая. Выглядит очень здорово. Зазоры выставлены на клапанах. Впускные 0.1, выпускные 0.15. Ну, в принципе, так как по мануалу на BRP. Так, одна крышка установлена. Масло налилось, конечно, в вагон. Крышки хорошо обжались. Все валки смотрят вперед. Этот вперед. Теперь устанавливаем заднюю крышку. Это посадочное место надо обезжирить. Поставик на коленвал все-таки, наверное, я посажу на Lactite. Чтобы никаких люфтов там точно уже не было. Извините, что говорю тихо. У меня все-таки что-то с голосовыми связками кричать я не могу. Поэтому у вас есть там техническая возможность сделать громче. Это тоже силиконовая резинка. Это, как я и говорил, Lactite. Прокладочный 574. Он используется вместо прокладок. Тут даже нарисован. Это не реклама. Это опыт. Рекламой они занимают. Может быть хорошо, может быть плохо, но пока никто не предлагал. Ну, с Богом. Теперь надо... Все, отлично. Что? Ну, как-то из маленького мотора получился какой-то большой. Все. Насос. Насос крутится. Так, здесь пока я ставить не буду. Еще нужно будет точить корзину. Обоймы для корзины сцепления. Патрубки готовы. Их нужно только сварить. Так, сварить не будут эти патрубки. Будут они вот тут. Таким образом, здесь дросселя. Здесь со шпонкой ставится. Ну, это я уже показывал. Я шифра сюда поставил. Ну, в общем-то, вот. Она прессовывается. И здесь корзина. Сам двигатель готов. А! Еще нужно... Наверное... Это подача масла. на радиатор. А вот это... Это прием с радиатора. Если спереди он встает. Ну, я думаю, соединить это пока трубкой. Нам уже не обязательно сейчас охлаждать масло. Сейчас обязательно его запустить. Я соединю всю эту трубку. От масляного радиатора. На этом, наверное, пока все. Датчик давления масла, манометр оставим. На всякий случай. Ну, все. Осталось дросселя. Дросселя, венец. И заводим. Для венца, в принципе, все есть. Все сделано. Двигатель готов. Генератор. Генератор. Все, датчики есть. Все подключить. Только охлаждение дросселя. Мы еще пару недель не заводим. Взял трубу. 40 миллиметров отходы. Сделал вот такие вот выхлопа. Ну, выхлопные патрубки. Сразу под датчики. Кислородная варена резьба. Все из нержавейки. Я думаю, что должно все работать. Пока пойдет так. Для пробного запуска и отстройки системы топливной пойдет так. Потом ее нагрузим выхлопной системой. Сварил я рамку. Рамка примерно килограмма 2-3. Трубки 1 миллиметр. Это стапель. У нас запуск двигателя. Сейчас покрашу, соберу, покажу. Вот получилась такая конструкция. Легкая, жесткая. Сюда вставлены клепки. Резьбовые. И завернуты демпфера. Ножки резиновые или демпферы. Вот и все. Сюда и будет устанавливаться двигатель. И запускаться своего рода моторама. Легкая, тонкая и крепкая. Выхлопа поставлены. На раму установлен. Венец остался. Венец. Накинуть проводку. Будем пробовать заводить. Выхлопы так. Такие. Просто трубы. Для того, чтобы в них датчики можно было поставить. Это не выхлопные трубы. Это так. Отводные трубы. То есть они ничего глушить не будут. Лишь бы завестись и отрегулировать. Ну в общем то вот. Все моторами стоит. Демпферы резиновые. На них играет. Вот так стоит жестко. Пришли таблички. Это на двигатель. Их надо будет обрезать. Пришла вот сюда. Таблитоса. Ну ее такую прям ровную таблетку прям ставить не будем. Маленько отфультируем. Так чтобы она была маленько выпухлая. Пойдем. Пойдем прямо сейчас это и сделаем. Так вот они таблички. Выберем самую красивую. И самую ровную. Вот эту. Пойдем. Это всего лишь на все сферы. И ничего такого. Все чудеса творятся вот на таком прессе. Выдавить не будем, чтобы не испортить. Ну вот все она сферическая. Теперь ее шлифануть. И установить вот сюда. Сейчас наверное установим и будем заводить уже с установленной чекухой. Да? Ну все. Так. Сейчас наденем. Наверное наживем. Потом. Посадим все. Герметик. Мне на видео постоянно говорят. Говори громче. Говори громче. У меня связки болят. Не могу я орать. Я и так по вашей просьбе снимаю все вот с этим микрофоном. Говори громче. Должно было слышно. Красота. Ничего лучшего в жизни не видел. Ааааа. Звук изменился. Говори. Все. Давление. Прикинь, меньше колостых и прям прикинь одну очко. Все подключено, помпы, помпы, вентиляторы, помпы на всякий случай. Пробуем. 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 Нужно теперь отстраивать холостые, прописывая топливные карты, ну и заверся в воскресенье. В воскресенье он воскрес на Красную Горку. Заводим. Надо глушитель не одевать. Воскресенье. 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 О, наконец-то. Ну, наконец-то мы слышим четкий голос. Воскресенье. Ты сними звук двигателя В принципе Включайся, помпа Работает тихо У него плавают обороты Значит, где-то неровно портунки Так А, слетела Слетела одна гафра Вернее, это Сейчас, оденем Холодненькая Ну вообще, звук у двигателя нормальный Оператор испугался Всех этих историй Ничего страшного не произошло У нас просто отвалился глушитель Это работают помпы Так, помпы пока управляются Не блоком управления Я вообще думал, силикон сгорит А он Работает Продолжаем Вот и все Вот он выравнивается Потом начинает плавать Это в любом случае Ему нужно Топливную карту Настраивать И углы зажигания Все это не быстро Эксперимент считается Удавшимся Так Моторчик теплый Работает мягко Работает мягко Работает мягко Вот так у нас появился Свой двигатель Мотоциклетный Ну и параллельно еще и Авиационный Сразу коробка Коробка не знаю от чего От чего-то, наверное Хорошего Включаем винты Включаем винты Пусть работает и остывает А так вот он должен накатывать Где-то По 100 часов 100 часов Разобрали Продетектовали его Посмотрели Что не так И опять собрали Опять 100 часов Покатали Если все нормально То уже потом По 200 По 300 часов Вот на стенде Будем катать Потом нагружать его Потом Будем Ставить его на стенд Грузить его Замерять мощность Ну В общем-то Вот так Все это сделано Вот тут Половина сделана Предыдущей Лаборатории Эксперимент считается удачным Я думаю, что двигатель завелся Ну и так Всем пока Следующее Будет, наверное, уже с рамой С рамой, с колесами И уже либо на мотоцикле Либо на летательном каком-то аппарате Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...